Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Поехали. Номер 60. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы за 09.02.2016 года. За прошедший день, 9. Ну и эпиграф к этому ролику, только к этому. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записано им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Я каждый день это начинаю с этого-то. И каждый день добавляю, вы замечаете маленько, что я не просто долблю одно и то же. Ну научитесь как-то удивляться, удивляться надо, что-то одно и то же. Я отвел занятия в Новосибирской школе, приглашали меня туда. И они, ну время такое, выберу я, когда свободен-то. Скорее в Новосибирск съездить надо, сестра там жила. И вот после, когда я закончил, в течение недели я должен вложиться, всю школу захватить. И они поэтому в один класс, два-три класса, два-три класса. Я через коридор перехожу, там уже собрано два-три класса. Опять только закончил, перехожу в другой. Опять два-три класса. Это чтобы они смотрели, радовались, как Жириновский говорит, рот раскрыв, слушали. И вот Забыч говорит, я ходила с вами всю неделю, специально они там это сделали. И вы всегда делаете вступительное слово, все это правильно. Но я не могу понять, как можно делать по одной теме вступительное слово и все разное. Вообще повторов у вас нигде нет. Это разве можно так? Это Бог дает, это нельзя сделать. Игумен Кирилл Сахаров живет, с утра проснется, и он не отходит со своим этим, тогда были эти, записывает магнитофончики маленькие. Как только что батарейка села, он скорее руками записывает. Журналист приехал, 10 лет работал в Комсомольской правде, Макаров Сергей Сергеевич. С утра до вечера около меня стоит и говорит, ни одного повтора нет. Я, говорит, не встречал тот и другой. Это не мое, еще раз говорю, это благодать Божия. Благодать. А как? Я только глянул, на что у меня тема. Вот зашли, а там две картины висят. Рембрандта и, кажется, Николай Иге. Я сразу начинаю по картинам и подвожу. Уже через два предложения я их ввел в местописание. Начиная с 12 главы Откровения. И ввел сразу же к тому, что необходимо. До того явился Сын Божий. Понимаете, это невозможно ни научиться, нигде этого не преподают. Они все академии не вложатся в такие встречи. Это Бог дает, и не могут понять, почему они злятся-то. Потому что они видят их грамотой, никакой роли здесь не играет. И здесь я каждый день говорю все разное. Почему? Он не понимал этого Николая, что он привел к этому страну. Он самый никудышный старишка был. Старем-то один злать нельзя. Но в вопросе вечности, покаяния, смерти, это был лучший царь, которого Бог дал в конце этой династии. А такое завершение было, как венец. Я уже потом буду объяснять, почему. Петр Первый Ангрозный допустил бы такую беду? Понятно, нет. А теперь у них было бы такое покаяние, как у него, когда он сидел, тоже не было бы. Это как два антихриста были. Надо уметь все смотреть пространственно. Вот она истинная голография. Ну а дальше говорю, что я не бываю в контактах, в живом журнале у меня, живой журнал из Фейсбук. У меня страницы везде есть, одноклассники, работают модераторы. И они там, которые на меня поступают вопросы, перекидывают на форум. Я прошу, сами заходите на наш форум. Сами ставьте вопросы. И смотрите, чтобы ваши фотографии не раздирали настолько экраны. Я не могу ничего сделать, и приходится выкидывать фотографии. Как-то делайте так. Я сам-то не специалист. Поэтому, ну, как-то надо, чтобы нам совместиться вместе-то. И вот тогда вопросы есть какие на наш видеоканал. Я показываю, какой. Заходите, находите свои. Дальше каждый ролик надо разобрать по частям. Я потом покажу еще, как делает это. По минутам и все. А еще содержание-то там искать. Мне говорят, я не могу, не могу. Я прошу всех, помогите. Считайте не нужен, то и не надо. Я говорю тем, которые просят, а сами не помогают. Вот Михаил Кальмаев-то сколько сейчас сделал. Николай Коля там говорит. И вот это по частям. Считайте, о чем здесь написано. А потом я покажу, как это делается. Ну, даже, не знаю, можно нет указать, что в это время-то. Ну, вот оно у меня где есть. Смотрите. Я буду передвигать. А вы сами проследите один раз. Это минуты и секунды. А вот Николай. Прямо покажет, к какому именно. Здесь он больше сейчас затормозил не может. И дальше вот оно идет. Вот сами посмотрите. Зафиксируйте. И воздайте Богу славу, что есть люди, которые помогают. И за вас будут славить, если вы поможете. Помогите, я прошу, умоляю просто. Потому что, ну, понятно, что большой материал, собрание. Возьми, я буду по собраниям работать. Другой, я по занятиям буду. Другой, я буду по беседам, по скайпу работать, по определенным людям или как-то там. Ну, изберите тему. Вот эти вопросы, которые утром, это Николай Колин называется. Он как раз все это делает. Ну, я закрываю. А то время-то уходит у нас. Ну, и что у нас поступило? Игнатий Тихонович, грех ли заниматься культуризмом с точки зрения традиционных религий? Ведь это изобретение безбожников. С точки зрения традиционных религий ничего не объясняю. Во свете Библии могу объяснить. Ну, Бодиболдин там называется. Устройство свое тело более ненужного, зловредного. Вообще, кажется, придумать было нельзя. Чисто от дьявола. И вот они специально поднимают там такие таблетки, там все это описывается, чтобы воду задерживало. Это водяное все. Они работать не могут. И вот это гиперпрофированное такое на мышцах-то, это не надо. Потом стали давать им маленькие какие-то задания, проплыть. И оказывается, они сдать ничего не могут. К нам приезжали спортсмены, они работать не могут. Вот когда глядят на них, он может такие фокусы показывать. Как только работать, он с хенечкой ничего не хочет делать. Это лентяи. Никогда дуростью этой не занимался человек, работающий в сельском хозяйстве. Ты корове подай вот сейчас зимой. Выщисти от нее. Напой, тем более ведрами таскают. Ты понимаешь, сколько тебе снег, которая прогулочная площадка, денник называется. Лабос. Это на базе, как там у казаков называют-то. У тебя некогда будет дурью заниматься. И вот они стоят, и все на свои мускулы смотрят. А там ничего нет. У дури одна. Это зловредно. Дальше. Есть, чтобы не... Через два часа они едят. С собой контейнер еды. Да это туалет ходящий. Зачем он нужен? Кому он нужен? И вот он смотрит на себя, мышцы как раздулись. Бог так не строил мышцы. Ты хочешь посмотреть, как нормально? Посмотри статуи Давида. Ну, посмотри. Я вот грешный человек. Просто говорю, я в баню когда хожу, я на свое тело посмотрю, и я всегда Бога благодарю, в бане уже разденусь. Посмотри, если голову мою отрезать, а тело мое бросить на дороге, ну, никто не скажет, что от 77-й год этого нету. Все. Сторазмерно. И мышцы, и тело, и все как надо. Ни одного пятышка нет. Никаких болезней. В сапогах всегда хожу. Никаких там грибков никогда не было. Бог милует. Ни одной таблетки не принял за всю жизнь. Это чего-то стоит? Ну, смотрите маленько. Это культуризм. Я говорю с точки зрения священного писания. Тело это храм. Из храма не надо делать доминую печь череповецкого комбината. С зловонием испаряется. Лишняя тяжесть. С какой весом у тебя? 170 килограмм. У меня 172 рост. Отними 105. Что остается там? Ну, у меня маленько пониже. Но это предельная норма должна быть. 105 отнял. Все. Остается не больше. Это 66 килограмм я должен весить. 67. Ну, у меня 64. Не меньше это хорошо, когда ты работаешь. Дальше. Олег Кривошея, 52 года. Игнатий Тихонович, в чем особенность Христовой любви к грешным людям? Как правильно следовать его примеру? Ну, ответ один. В чем особенность Христовой любви? Считай. Римлянам 5 глава 8 стих. Ну, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. О! А кроме того, я сейчас покажу вот сюда вот направь и покажи, какие места. Насчитай слух. Это поисковик сделал, вьетнамец Тимофей Ха. Приехал учиться и здесь сделал. Молитесь все время за него. Мы каждый день благодарим Бога, что таких людей Бог посылает в Россию. Никто из православных во веки, веком никогда этого не сделает, как говорят старобрядцы. Никто. Он сделал. В МГУ приехал учиться. Да мало того, включили все сейчас дополнительные каноны, соборы, а хотя сам протестант. 1 Иоанна 3,16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Вот теперь это сфотографирую, я дальше протяну еще, показать, где это места. Ну, просто показать, чтобы люди могли найти. Вот как надо работать. Это работает верующая душа. Дальше. Михаил Медведев. Родной город Ишим. Добрый вечер, Игнатий Тихонич. Читал вашу книгу «Для слова Божьего нет уз». Отцу Якиму поклон. Ну это, ничего нет, на фото сказать. Слава Богу. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонич. Смотрю новые ролики и не могу заставить себя отойти от экрана. И дела ждут, а не могу оторваться. Один ролик лучше другого. И вроде даже как день особенным и светлым становится, наполняясь радостью Христовой. Храни вас Господь. Вот этих наших поносителей, которые часто причащаются недостойно, патриархийной кодлой. Ну, призовите к роликам, чтобы они смотрели. Еще только они там говорят, я не смотрю, что они делают, я не знаю. Но, говорят, такие пакости делают. Страшно сказать. Отрезают на фотографии мою голову, в другой прирепляют. Там всех, кстати, блудом занимаются. То есть полное безумие. Это все патриархийные плоды. Это попы их такими сделали. Безжалостными, гнусными, циничными, подлыми. Это все там есть. Это в их научении. И вот человек, который не поврежден этим. Пожалуйста. Игнатий Тихонович, дайте совет по житейской ситуации. Есть квартира от бабушки в другом городе 300 километров. Что называется, не наездишься. Сдали людям исключительно за кварплату и коммунальные услуги. То есть на ни копейки прибыли за все время. Квартиранты живут как в своей. Но полгода назад обнаружилось, что стал накапливаться большой долг. Выяснилось, что с мужем квартиранка разошлась. Какие-то неурядицы с деньгами. Кое-как оплатил небольшую часть и вновь долг растет. Постоянно лукавит. Обещания об оплате не выполняет. А если выполняет, то из-под палки. По виду и общению не халда. Вредных привычек нет. Есть дочка. То есть мы относимся и воспринимаем ее как порядочного человека. Но что делать в этой ситуации? Как по-христиански поступить? Не выгонять же на улицу зимой. Но и для нас сумма немалая, если платить самим. Как быть? Что ей сказать, Игнатий Тихонович? Вот таких вопросов у меня было много-много. Когда я вел занятия в разных университетах, по радио. Меня буквально засыпает вопросами. А у меня ослабленный слух. И эти бумажки, которые поступают, я их отдельно все хранил. А потом стали поступать снова вопросы. Те же самые. Люди говорят, да вы как-то бы выразили, чтобы можно было найти. Ну как? Книги я не издавал. А у меня мешочки накопились. Когда я их тряхнул, там 3,5 тысячи вывалилось эти бумажки. Ну, посмотрел, повторы откинул. И получилось то, что думал издать одну книгу. А одну. Одну, кое-как. А получилось, так, 38, 41 том по 750 стране с открытым окном. 41 книга получилась. 38 в важном варианте. Теперь я ему отвечаю. Игла это Игнатий Лапкин. Не надо думать, что это какая-то иголка или что-то. Сокращенная игла. Я так подписывал на мешках с картошкой. А потом пошло и сюда. Ну, прям за все цепляются. Он имя свое не хочет показать. Игнатий Лапкин. Все. Ответ. Никакой трудности тут нет. Это нужно было уладить летом. Предупредить, чтобы оплатилась сейчас. Будет тепло, она может в Тобровольность ехать. А что дальше? Долго она не заплатит, и вам его уже не взять. Ну, реально смотреть. Дальше. Я никогда в жизни не проводил подобных темных экспериментов с квартирой. У меня частная, барачная или комната. Плата малая. Пускай только верующих, и они платят регулярно и по совести налоги и услуги государства. За квартиру за жизнь свою не взял ни с кого еще ни разу и ни рубля. С безбожниками дело не имел по убеждению. А что потом? Можно квартиру продать. А еще лучше и к тому всех призываю узнать, кто из молодых верующих не имеет жилья и им подарить. Это и так нужно было сделать сразу же, чтобы на вас она не висела. Вначале был неверный ваш ход, и потому так дымно и скучно. Ответ Юрий Соболев. Благодарю, Игнатий Тихонович, за совет. Совсем согласен. С Божьей помощью так и поступил. Видите, как просто разговаривать легко с человеком. Юрий Соболев, по мотивам нового ролика события дня впечатлила, Игнатий Тихонович, ваша история обследования в психиатрической больнице. Дивная характеристика. Заключение врача, можно сказать, уникальное. А вот и автор этого заключения. Оказывается, личность для Кузбасса масштабная. И даже выдающиеся тут его детище. И вот пишет о нем. У меня Мазур, ждали его. Где-то он был, говорили, что из Института Сербского должен был приехать Мазур Моисея Ароновича. Вот. История нынешнего Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра началась в 1974 году, когда отдел автоматизированных систем управления областной психиатрической больницы был преобразован в информационно-вычислительный центр ИВЦ, у руководителя которого стал заслуженный врач России, кандидат в медицинских наук Моисей Аронович Мазур. То есть, когда посылают на психиатрическая экспертиза, называется, в Кемерово, ну, разные причины бывают. Что-то ненормально или желают что-то еще сделать. А бывает отмазать от суда ненормально. Его пошлют там в Алма-Ата, там ящики будет под пиво бить. А потом года полтора-два и выйдет за убийство, за насилование. Ну, это партийные бонзы так делали. Но меня не выпускают, я сижу там неделю, две, три, уже меняется все время контингент, а я сижу, почему же, ждут кого-то для вас. И, наконец, он вот приехал. Ну, и Мазур, вот видите, дали какую характеристику-то. Такую характеристику нельзя придумать. Григорий Михайлович, ругают вас кругом. Хочу вас поддержать. Доброе утро. Мне так интересно, меня хочет поддержать. Вот если кто не знает, я говорю, что Горбачев это знаковая фигура. Это мне впервые подсказал, когда сидел в тюрьме, и нас отделили, три человека, камера академиков называли ее в тюрьме. Директор, который рыбокомбината Мамонтовска, Сивер, Владимир Митрофанович, он шел во главе там секретарей, судили, это большая вязанка, он за паровоз зашел, как говорят, ответственные самые. И потом подсадили преподавателей второй группы космонавтов. Тут уж я все узнал. Ну, с этим-то когда сидели, с космонавтом, я его космонавтом зову, Лозин Анатолий Максимович. И он говорит, а вы думали, что фамилия Горбачев, она что означает, я говорю, нет. А вот посмотрите. Вот. Гор, это он объяснил там своими словами, а дальше Бач, Б, Брежнев, А, Андропов, Ч, Черненко, Е, Ельцин. Это тогда не было известно, еще он зайдет попозже. Четыре первых лица в государстве, и в таком порядке, в одной фамилии, это быть не может. Это миллионы, триллионы какие-то вычислительных степенях, это нельзя сделать, это не соседи. И вот, ну, это сами посмотрите, Горбачев, Бач. Это вообще удивительно, когда начинаешь рассматривать, и дальше как. Ну, и будто бы там где-то, куда спускаются люди, как они, Шрастро это, преисподние это. Ну, и Андропов, Черненко, умер, а его там Брежнев спрашивают, ну, и кто генеральный секретарь, вот так он говорит. Да избрали Горбачева Михаила Сергеевича. А кто его поддерживает? Да никто не поддерживает, сам ходит. Этих-то, куда они поедут, как Ворошилов, говорит, Будённый-то всё время, сзади реанимационная машина ездила. Так и здесь. Меня кто поддерживает? Сам ходит. Господь поддерживает. И благодарю за намерение. Вчера вышел один, вот, у него такой, как называют это, ник там или что. Просчитай. Ютуб поганый сервис, админы, Ютуб окончены уроды. О как. Пишет. А что религиозные фанатики в бесовском интернете делают? А что они там делают? Им нужно лоб расшибать, да лучины жечь и ждать апокалипсиса. Видите-ка, я всё беру, что оттуда есть. А то что-то интересно. Вот какое мнение о верующих-то. И вот такая у него фамилия, или что его, как это, у батюшек такое, всех люблю, никого не осуждаю. И без пропуска в одну строку. Всех люблю, никого не осуждаю. То есть он осудил всех в ад, фактически. Это никого не любит. Так, Иерусалим, грандиозно, на ум, на ум. Пользователь Эдуард Бляхер написал. А зачем я это сделал? Там мне написали. Вот это сфотографируйте. Вот это последнее. А что это такое? А вот я сейчас покажу. Не надо будет в паломничество ездить-то. Вот оно откуда. Вот Иерусалим. Теперь наблюдайте. Вот нужно толкнуть только его сейчас. Видите, что открывается. Это он пишет. И вот этот Бляхер. Вот он на фотографии его. И вот здесь внизу я ткнул только. Вы такого нигде не увидите. В Иерусалим ехать не надо будет. Смотрите, я ткнул. Дальше раскрывается. Вот, посмотрите, Иерусалим. И какие темы. По каким темам сделано. Это я передвигаю. Это ужас просто. Это как надо любить свое дело. Ну что? Ты что-то выбери, какой-то я ткну. Например, какой-то. Ой, весна. Ты до этого видел, это нет? Видел, показывали как-то. Показывал, да. Весна куда ткнуть? А вот она, вот она. Вот сюда, весна. Вот смотрите, я его ткнул. Видите, какие фотографии чудесные. А дальше-то вот сколько еще. По порядку. И вот куда-то ткнем. А вот у него здесь, вот это вот еще и идет. Тут уже легко разобраться. И так, приглашаю. Пожалуйста. Начинайте, ну, просто работать здесь. Посмотрите, где что есть. Михаил Кальмаев. Какая интересная и поучительная жизнь. Как судьбы людей переплетаются. Как люди дополняют друг друга и влияют друг на друга. Особенно во свете пробы слабожей о них. Это пишет на ролик. Тут я беседую с одной женщиной. Вот. И она, ну, решили взять у меня интервью. 25 лет. Ее тестью, как он умер. Я объясняю, как мы чудно встретились. Вчера только выставлен. Вчера, посмотрите, рядом вы увидите. Она в платке сидит. Красный платок. Удивительно, что и в мою жизнь Игнатий Тихонович вошел через эти самые катушки. И именно тогда, когда мне не хватало живого Слова Божия. Ох, какая-то похвала большая. Не хватало чего? Живого Слова Божия. Не просто в бумажном варианте, а в жизни притворенном. Так скажу. И меня эта деятельность Игнатия Тихоновича коснулась таким образом, что из состояния, замурованной в обрядовом православии, моя жаждущая душа нашла выход. Поэтому мне особенно интересно узнать, как все начиналось. Юлия. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я увидел ваш ролик и получил ответ о десятине. Теперь молюсь, чтобы Бог дал мне еще время, чтобы вернуть ему долг, который я годами не отдавала. Пока что отдавать мне нечем. Я домохозяйка, пенсии у меня нет. Ну, значит, надо изыскать. Когда обманывалась, и ты знала, нет, значит, твое дело. Я не пребуду, не знаю, где она живет. Но она ясна, что в московской патриархии. И найти истинного, где причащаешься, и тому священнику отдать. Это Божье. Я корысти-то никакой тут не могу иметь. Я даже не знаю, какие деньги, чего там она. Вопрос. Для чего ставить свечи в храме? Протерей Владимир Головин, город Болгар. Вот и где. И рядом, справа, там похожие темы. Что об этом Смирнов Дмитрий говорит? Ну, видно, что он старается, говорит батюшка. Такой у него голос. И видно, что народ его любит. Но главный недостаток всех ответов, всех, вплоть до, даже, который больше всего опирается на Библию, Олег Стеняев, и даже у него, говорит по Библии, потом брас свернет и пошел куда в степь, даже не знает, куда и шел. Отвечать надо только по Библии. Вот они отвечают, для чего свечи? Не для чего. Ничего они не означают. Вот один раз, когда перед Евангелем свечу несут, тут она означает, это свет, это Ян Креститель идет, это свечает Ян Креститель. Это вот такое шарада называется. Не шарага, а шарада. Загадка. И вот здесь отвечают, для чего? Ну, деньги, на что-то надо там и прочее-то. Почему ни один не говорит, что все это сметается Христом, и Он выбрасывает в вашу торговлю, а на место ведь святая десятина. Десятина святая. И дальше они говорят, что свечи должны быть чисто восковые, не обманные. А сегодня куча свечей, и думают, пойду в церковь, поставлю свечку. Она никому не нужна, эта свечка. Ты сам гори, как свет. Правильно говорит, да, Он об этом напоминает. Но главное не говорят о десятине. Вот ко Христу приходят, люди задают вопрос, а Христос как им говорит? Как считаешь? Или как слушаешь? Сегодня нельзя додать права сам, никак не считают и не слушают, еще они бредни поповские, приходят, слушают. Самый мудрый дух, который мудрым духом называется, великом инквизитору достается, это дьявол падший. И он всем вопросы мира сконцентрировал в три вопроса. И Христос на каждый вопрос отвечает, ну претензии какие, хлебы сделай, камни сделай хлебами, бросься вниз, поклонись мне. Христос говорит, написано, двоеточие и выдержка из священного писания. Я стал думать, а Христос, а сам Бог, автор Библии, почему он не говорит ничего? А именно, как будто ограничено дальше. Дальше это писание никуда не пойдет. И сатана знает эту силу. Я не мог найти, а почему сатана в ответ-то ничего не возражает? Я нашел это в житте Павла Препростого. Когда к Антонии привезли больную там девушку, и он говорит, я не могу, это очень сильный демон. Антоний Великий не может, да, а как же быть? А вон там, он там за горизонтом, видите, там еще низинка есть, там пойдите, там один подвязается. Это Павел Препростый, он может. А тот вообще никогда не изгонял демонов-то. Экзорсизм, глупости. Привезли изгнать бесов? Да какое? Да я не знаю даже никак. Да как-никак-то? А Антоний сказал, Антоний сказал. Он, бес, ну-ка выйди. А что он бес-то, видал я тебе такого? Ну, Антоний сказал, выйди, что не выходишь-то? Он простой, препростый был. Он тогда заскочил на камень, а камень раскаленный, там буквально дымится все. Ну, как показывает, у Рома или у танка, или у машины яйца бьют, только оно мгновенно, уже ищется, омлет получается. И он встал, аж ноги дымятся. Не сойду с камня, пока ты не выйдешь. Как бес завопил, Бог переметнул, видимо, на него эту энергию-то. И он завопил и сразу выскочил. Вот что нужно делать нам. Сделайте для себя вывод. Не просто как-то, во-первых, послушание быть у истинного Аввы, а второе, надеяться на Бога. И в-третье, быть до конца последовательным. С сатаной не бороться надо, а побеждать. 16-20. Римлянам. И сокрушить сатану под ноги ваши вскоре. А не так, что кричать, там Василий Новиков делал, и все бесовщиной покрывалось вокруг него. Какое это изгнание? Кому оно нужно? Отстать от бесовских дел. Как написано? Как считаешь? Вот ответы давать надо. На любой вопрос в священном писании. Вот я посмотрите, отвечаю когда. Почему? Потому что у меня Библия вошла в мою жизнь. Я каждый день благодарю. Каждый день. Слух. Благодарю тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в тебя. Когда мне было, может, года три. И дал страх перед тобою. И ожидание суда Божия. Это я года в три или раньше получил? Это избрание. И сразу, Господи, благодарю за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Вот откуда все. Вы же мне благодарите за это. У вас такой молитвы нет. Я заранее знаю, нет такой молитвы. Встреча с Библией, со Христом не была прямой. У ног Христа сесть. А у них опыт, жизнь, они знают как. И люди довольны, там смеются. При слове Божьем никогда. У меня ни разу еще не было, чтобы я отвечал и смеялись. Ни разу, ни в одном университете, нигде. Люди склоняются, падают. Истина с вами Бог. Они этого не знают. Это хорошие люди, еще раз говорю. Но в них нет чувствований Божьих. То есть они живут не тем, которые грани, параметры Бог остановил. Как считаешь? Ответьте. И в словах Христа, как лазерный луч, вот показывает фильм, когда плавляется скала, Бог дает закон. Видимо, я так представляю. Именно вот так вот, когда так написано. Господу Богу твоему поклоняйся, одному служи. Не хлебом единым будет жив человек. Остановились. А дальше написано, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Дальше, то оборвано, все рвут на счастье. Не давайте никому издеваться над Библией. А как вы смотрите и прочее. Дальше. Михаил Куденцов. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня вопрос по поводу Ветхого Завета. То, что мы должны исследовать Писание. Нам Господь сказал, исследуйте Писание. Вы выдумайте через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Евангелие Теана 5.39. А насколько важно христианинам исполнение Ветхого Завета? Так как имеется много указаний на то, чтобы убивать грешников. Например, и соблюдайте субботу, ибо нас свят отбираться. Ну понятно. Дальше посмотрите, о чем он спрашивает. Вопросы хорошие, большие. Где повелел Господь убивать? А то Бог никого не наказывает. Это папы. Юрасов там об этом пишет. Никого не наказывает. А кто б мир потопил? И имя ему любовь. Дальше. Я отвечаю. Вот оно где. Ну считай. Ответ наш. Я вам говорю, любите врагов ваших. Это вот где найти надо. Это... Ну, где найти? Вот я сейчас покажу, где найти. Вот это у нас называется сайт. Наш сайт во свете Библии. Вот мои ответы. 4124 по Библии. У меня 4 параметра. Что святые отцы сказали. Как говорят каноны и жития святых. Вот по 4 параметрам. Ответов таких в интернете нету. Вообще нету нигде. Нету. И не может быть там, где нет возрождения. А привычка ходить. Ну, можно на любом месте, говорится, практику иметь. Набить руку так, на любой вопрос отвечать. А ответы-то все такие легкие, пустые. Прямо... Ну, на одну минуту. Вы сделаете так, чтобы люди сами научились искать ответы в Библии. И она за то, говорит, научитесь не задавать вопросы. Задавать надо уметь. И уметь не задавать. Где совопросник Вера сего? Он прямо обращается. И вот смотрите здесь. В Крестном православии книга вот открыта. Вот я ее ткнул. Где ответ искать? Теперь смотри. Даша, что тут написано? А я вам говорю. Вот она. Вот она. Любите врагов ваших. Вот теперь я ткнул ее. Смотрите. Ткнул. Вот теперь отвечаю. Смотрите. Сразу начинается. Курсивом жирным. Это и Слово Божие. Откровение. Откуда берется? Посмотрите, сколько мест писания. И так по любому вопросу. Жирным, курсивом. Это места писания. Ну, кто ответит из них? Пусть ответит кто-нибудь. Может, к Смирнову обратитесь. То есть, дальше что? Вот Павел Исповедник. Какого числа? Пятого ноября. Емельян. Восемнадцатого августа. То есть, что об этом говорят неканонические книги? Что говорят жития святых? Дальше, что будут говорить каноны? Вот здесь уже другим шрифтом написано. Посчитайте. Это в четвертом веке лактанцы говорят тоже, что? Не должно быть никакого исключения в заповеди Божьей, что убить человека всегда грех. Носить оружие не дозволено, ибо их оружие только истина. Дальше. Лев Папа. Видите, жития святых начинает говорить. Откуда? Какие каноны на это? Вот Махмед Гирей, когда пришел. Какое житие? Вот сколько я показываю? Какая страница, книги? Чтобы один этот ответ дать, у меня ушло около месяца. А сегодня так бряхнул и все. Ну, Филарет сказал, врагов отечества надо уничтожать. Вот смотрите, я только введу, показываю все. Это только один вопрос. Один вопрос. А теперь посмотри, какие проценты. Тут все-все высчитанное. Вот оно все. Ну, это самое даже нельзя сказать, а я вам говорю. И вот такой ответ должен быть. Дальше идем. Так, Анатолий Менщиков. Благодарю за стихи. Сейчас читаю в вашем сообщении отрывок 20 главы Деяний. А я ее как раз накануне во время утренней молитвы читал. Я уже знаю, что у вас много подобных совпадений. Так Господь делает. Ну, мне говорят, вот о чем мы рассуждали сейчас. Только как вам зашли с середины ролика. Ролик не выбран, место не выбрано. И вы говорите прям точно по тому, о чем мы рассуждали. Как? Я даже знать не знаю. Это Бог делает. И при том это мне со всех сторон, со всех стран пишут. Почему? То есть я как будто рядом сижу, будто бы слышу их. И отвечаю, это Бог делает, Господь. Я когда начинаю это говорить, ой, прямо вы себя там хвалите. У меня там вообще нету, я их не знаю, людей. Это не умирайте. Вы не признаете благодать Духа Святого. Впрочем, не я, говорит, но благодать Божия это делает. И вдруг сегодня стихотворение мне присылают. Считай с выражением. Роман Малыш, 7 футов под килем, морская душа, всю жизнь прошагал без оглядки. Все делаю только во имя Христа. Тому подтверждение заплатки. Понятно. Я даже не догадался, до конца досчитал, так он что, ко мне направляет или как оно? И главное 7, не 6, не 5. Ну это, понимаете, что Марк Твент, это, Марк Твент, сколько это, сколько под килем было, а он взял за эпиграф это дело-то. Ну вообще-то мне понравилось это, вот это, первое. Свидетели, голуби, кошка, жена, друзей перечесть мало часа. Для Бога работа, не ведая сна, трудомноготомная масса. Что-то еще похоже. Я посчитал, сколько у меня книг вышло, вот если полные 38 книг у меня вышло, это метр 40 по ширине. Ну тысяча экземпляров, ну умножьте на тысячу, это уже километр 400 метров. А учитывая, что переиздания были, ну то есть это несколько километров самостоятельно издать книги, издать, написать. Ну это тоже чего-то стоит. Сколько труда было, как трудно со средствами. И Господь позволил, долгов на мне нету. Я заранее предупредил, что деньги дают. Отдать не могу, но если смогу, отдам, а уже все знают, не сможет. Ну смотри, не жалей. И беру деньги только тогда, когда на 100% ты уверен. Если ну, сказал, уже деньги не возьму. Ты не мне даешь, вот это пойми. А Господь, доброходно дающего Бог любит. Повторяю, ни одной копейки, ни одного цента за всю жизнь ко мне не пристало, что мне давали. У меня лозунг был такой. Если мне рубль сонули, я должен отдать 5. Я как огня боялся. Если сонули тройка, это 15 рублей старых, я выездку иду на дополнительную работу, чтобы вернуть Богу долг. Я сам из себя накладывал такие эпитемии. Вот выхожу, около Кремля там какой-то храм был тогда недалеко. Я в Кремлевской стене там проповедовал, у Пушки, царь Пушки, царь Колокола. И тут люди выходят из храма, я отошел только. Ну я прям сразу начал проповедовать, и весь народ из храма вокруг, в Москве. И вдруг одна женщина подходит, и мне деньги положила. Немножко, но положила, прям в книгу. Помолитесь, чтобы Хрущев подох скорее. Еще себе молитву заказывают. Дальше. Ты слово живое несешь городам и селам, несешь континентам. Твой голос звучит и для сердца бальзам, глаза открывая неверным. Награда Творца по ношению врагов за верность и правду оковы. Молитва семь раз, в 3.10 подъем, и снова в строю быть готовым. Мы в 4.40 встаем, но в 3.10 я сегодня встал в 2.10, наверное. Раньше лег вчера, вот пока в утреннюю почту разгребу. Алло, вы не против? Мы запись ведем и выставим для интернета. Конечно, не против, озвучит ответ тот, кто на другом конце света. Маленько не получилось, но. Гори, не погасни, ты наш огонек, светильники полном елея. Маяк, укажи кораблю направление, во сто крат умножай свое в семя. Автор неизвестен, можно корректировать. Это он мне так написал. Ну, конечно, интересно. Мне посвящались стихи, даже Акафисты писали. Я только еще, ну, по смеизду и все. Ну, в общем-то, интересно. И дальше начинаем мы говорить, что у нас было за это время. Вот смотрите как. Стали сюда встать. Михаил Медведев, родной город Ишим. Вот посмотрите. Вы не думайте, это не гора выплывает. Это что-то другое. О, а тут и глаза. Пожалуйста, видите, как щитно. Хороша фотография. Но так как вот этот бегунок туда-сюда дергать надо, я не знаю, фотографии придется убрать. Попрошу, кто этот автор. Сделайте поменьше и снова зайдите ко мне. Иначе... А то он как раз и говорит отцу Якиму поклон. Вот. Дальше. Это что за день поступило? Светлана Фатиния. Общение и только православное. Это у нее грибы такие. Чем-то похоже на Марину Киумщиде. Пишет Игнатий Тихонович. Научите, как жить в семье с восьми человек на тридцать тысяч. Очень просто. Вы знаете, прошлое, когда еще до перестройки было, ну цены, знаете, кирпич хлеба 16 копеек стоил. И у меня сторож, когда был, 72 рубля. Ну то есть цены были другие. И у меня... А работал я в это время на стройке. Бетон, тачки катать на второй этаж. Работа не для слабохарактерных. И у меня уходило не больше 11 рублей. Не больше. Своя картошка была. И все. Научитесь экономить. Ничего не выбрасывать. Кто старое, говорит, не носит, нового не видать. И кто ни во что ставит малое, мало помало, обеднеет Писание. Это у меня грибы белые такие. Вот так и жили. Собирая подножий корм. Ростислав Беремиров. С Богом надежнее жить, с Богом легко помирать. Истина так. Здравия, Игнатий Тихонович. Я не смотрел, а сейчас только вижу. Даже не смотрел. Просто в чистую, в живую, сразу там онлайн идет. Я вам когда-то звонил, когда вы в Литву проезжали и застряли. У меня был бы такой вопрос. Я хочу больше изучить христианство и правильно читать молитву. С чего мне надо начинать читать? Значит, надо начинать. Сейчас читаю Новый Завет. Что дальше посоветовали вы? А где посмотреть ваше видео с Корнилием? Если говорить о митрополите Корнилии, то только переписка. Я с ним лично не встречался. С другими там, это старобрядческие, белокринецкая иерархия. Там встречался, но съемок не было. Ну, на Олимпии был, другие, которые митрополиты. Ну, чего? На все это у нас дается ответ. На нашем форуме. Зарядите, зайдите, я покажу, как делается. Вадим, Игнатий Тихонович, почему многие, кто называет себя христианином, делают то, что Христос бы осудил? К примеру, использование в своей речи мат, курение, грубое отношение к другим людям. Да нет, свободные люди. Свободные рабы греха, говорят. Свободные от праведности, как в Писании говорит. С них спрашивать еще нельзя. Это дрова пакли под котел в аду. Почему, почему? Потому что татана правит бал. Павел Сивик, пишет Игнатий Тихонович, помогите разобраться в Библии. Так, подожди, вот этому я сейчас скажу. Когда Геннадий Михайлович Яковлев обратился, в будущем будет яромонах Григорий, которому там Кришнаит голову отрезал. Говорят, не Кришнаит, Кришна ему повелел, так скажем. И он встречается со своим товарищем, этот Яковлев-то, а уже уверовал во Христа в магазине. И говорит, я теперь христианин. Христианин? Да, моя жизнь изменилась. А как насчет матов? А он матерился, я говорю, сильно матов. Я говорю, стал. Но к самом деле, я же не матерюсь. Он даже не заметил, там табак, там все остальное ушло. А маты трудно уходят. Почему? Ну, допустим, мы возьмем пить, курить и матерщина. Что легче избавиться? От расстояния. Пьешь, отравляешь себя, легче всего от этого отстать. Ты внутри себя только корешь, табак на 5 метров еще дальше. Мать на 500 метров еще страшнее будет, ты многих заразил. Вот как надо определять. По дальности, как говорят, распространение греха. Настолько труднее, сатана оккупирует и держит тогда. Сколько бесов на этом пространстве, образно сказать. И дальше. Игнат Тихонович, помогите разобраться в Библии. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Деяние, глава 9-7. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса говорили, что мне не слыхали. Деяние 22-9. Слыша голос, а никого не видя, а голоса не слыхали. Понимаете, это действительно противоречие. Оказывается, противоречия нет. Когда считаешь толкование святых отцов. Телефон. Слава Иисусу Христу. Оказывается, просто всего. А они, говорит, никого не видели. А в другом месте, говорит, видели свет. Никого, кого или чего, это разница. Мам, пойдем на базар, кого-нибудь съедим, пацан говорит. Кого-нибудь и чего-нибудь, это разница. Так вот, никого не видели. Они видели свет неодушевленный. И не слышали, они слышали голос Павла. А голос, который к Павлу говорил, они голос оговорившего, оговорившего, то есть Христа, не слышали. А слышали здесь голос, он говорит в другом месте, это голос Савла, который говорил. Вот и все. Иоанн Войн, 33 года, Сочи, Россия. Игнатий Тихонович, почему вопреки деяниям 5.39, все секты существуют, даже сатанизм? И дальше, местописание. И ныне говорю вам, останьте от людей сихи, оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и благопротивниками. День апостола, 5 глава. Потому что это не апостолы сказали, и не Духом Святым. Да. Во-первых, это говорят не апостолы, действительно так. А во-вторых, Богом допущено. Власть от Бога, дана власть и попущена Богом. Вот тут большая разница. И сатанизм допущен Богом, и его нельзя убрать, и он будет до конца. И мусульманство. Вот раз спрашивают, а зачем тогда мусульманство? Что бы то ни было, в мировых масштабах все связано с евреями. Это их производство. Они породили мусульманство. Монахи породили, что не проповедовали. Обязательно к этому как-то касается. Вот родноверчество, все это замыслы евреев, как говорят, еврейские штучки. Это все, это я уже объяснял неоднократно и говорил. Да, оставьте их, это предприятие, это дело от человеков, оно разрушится. Само по себе не разрушится. Надо бы насвидетельствовать, говорить, привлекать людей к истине Христовой. А не то, что это Богу угодно, оно стоит. Смысл другой заложен. Лариса Анастасия Подоровская. Игнатий Тихонович, как научиться доверять Богу? Почему я Ему не доверяю? Ну, веры нет никакой, а я доверяю. Ну, не доверяешь им, еще сказать, не доверяешь. Значит, Бог вызвал в вас что-то неприятие. Мужу не доверяешь. Почему? Потому что знаешь, что он где-то, значит, ты думаешь так о Богу. Он говорит, Бог верен в Слове Своем. Вы не верите, представляете Бога лживым. И за это придется отвечать. Неверующий погиб. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Вы ему не доверяете. Но что-то вы все-таки знаете, что вас Бог сотворил. Доверяете, что руки должны быть на этом месте. Голова здесь, что ниже, на своем месте. Вы в это верите? И как же лудок устроен? Вы верите это? Ну, доверьте больше. Доверьте Святой Библии. Доверьте жизни. Не доверяйте Богу, что так луна должна быть на таком расстоянии. Что такой процент кислорода должен быть. Светило должно быть. Чему не верите? Это что осень, зима, ночь, день. Ну, не верить. В чем? Непонятно. Да, 1900 год рождения. Игнат Тихонович, как правильно называть грехи на исповеди? Кратко. Обобщенно или развернуто и подробно? Понимаете, у меня на все ответ. По уму, по уму, вот, священник с Кензом познакомился, с латинянами. Говорит, а ты как исповедуешь? Ну, как? Ну, говорит, я грешный, и там я блудница. Ну, дальше что? Ну, все, у меня власть, я эпитрохилю накрываю. Власть, да, на нее от Бога разрешается от грехов. А вы как? А мы подробно узнаем. А вы, когда разговариваете с человеком, вы ее прикасаетесь? А у нас не так, специально исповедальная такая решетка, я ее не вижу. Я слышу, как она подошла, села, там решетка так наклоненная, это жалюзи-то. Я ей говорю, а как говоришь? Ну, я спрашиваю, а с кем? Где было, как? Я ей даю совет, чтобы туда не ходила больше, никогда не звонила, на звонки не отвечала. А то она влепится к тебе, и то другое. А ведь правильно священник думает. Наверное, надо так исповедовать. Он понял, что у католиков серьезнее дело-то обстоит-то. И вот следующая пришла, это Лесков пишет, я от него беру, Николай Семенович. И она пришла, она и говорит, батюшка, я своровала. Он хотел как накрыть ее фартуком-то и петрохилю-то, а потом решил, а у кого? Да у хозяйки. А у нее в руках так и тянется, скорее ее разрешить от грехов-то. А у каких хозяев-то? Да у богатых живут. Дочь моя. А что ты украла? Ой, думаю, да как нехорошо-то, прям в душу лезьте, у справославных это нельзя копаться. Часы украла. Часы украла? Ой, охота разрешить ее. Ну, часы все украла, ну ладно, там может быть вернешься. А сколько у хозяев было? А куда ты, как ты их вынесла там? Да говорит, проглотила. Часы проглотила. А сколько там часов было? Да двое. А какие? Одни на стенах, говорят, такие выше меня ростом. А другие такие маленькие. А какие часы проглотила? Наверное, те, которые выше тебя ростом. Ну, надо даже здесь-то ума приложить. Это мне до того интересно, когда я считал. Вот так. Подробно священник спросит тебя. А ты сама подробно себе объясни. Считай, что подробно, это Юрасов знает. Он научит там всем блудным помыслам, делам. Где был? Исповедует. Жена. Мужа исповедует. Он законный брак, венчанный, дети у них есть. Но он пришел, он решил, а руку к жене на грудь не клал ли? Ну, а куда ее класть-то? Руку законной жене на грудь не клал ли? И он пришел, меня спрашивает, что он, ладно ли, как-то неудобно даже было отвечать. Я говорю, клал, и думаю, виновен. Но куда ей надо было класть-то? В другие места ей спрашивать не надо, ясно, что клал. Беда просто. Считай. Да, недавно я исповедовала свои грехи кратко и обобщенно. При этом от всей души раскаивалась о содеянном и о всех грехах относительно пьянства и седьмой заповеди. И после исповеди больше такого не повторяю, стараясь жить благочестиво. Но недавно вспомнила ситуацию, связанную с седьмой заповедью, которая произошла в основном время пьянства. Ее я конкретно не называла, но в ней выключительно тоже раскаивалась. Я запуталась. Очень тяжело снова набраться храбрости, но рассказать на исповеди об этой ситуации. Взрук она уже считается исповеданной в прошлый обобщенный раз. Знаете, если, говорит, совесть мучает, тем пащий Бог, исповедуйтесь. А как вот спрашивают, священник умер, новому надо исповедоваться или нет? Надо и не надо. Считается надо, потому что врач твой личный, врач-священник, ему надо знать, как помогать. Но если ты знаешь, отстал от всегда, то не надо. Но обычно надо. И опять все повторять. Ну, как хотите, но однако так принято. Это врач-духовный, священник, это врач-духовный. И когда у тебя один врач-лечащий умер, другой берет, он считает и видит, что у тебя не лада-то. Не просто лечить один орган, другой портит. Так, мусульмане, 16 лет, Москва, Россия. Игнатий Тихонович, Бог послал новую книгу, Коран. Почему вы не уверуете? Ну, отвечаю. В первую очередь, я не верю, что Коран от Бога. Не верю. Я его читал. У меня целый том написан по сурам и аятам, сравниваю, с Библией. Это во-вторых. Это в первых. Во-вторых, там не то, что противоречие. Одно, Христа там нету нашего Христа. И говорить, что с неба она сошла, доказать даже не беру. За меня табу слова Мухаммад. Аллах, Коран. Я беседую на другие темы о Христе, о Библии, о Духе Святом, о Святой Троице. Потому я не уверен, что я не верю в это. Я верю как христианин. А то, как у вас нет Христа. Мухаммад умер, он мертвый, а Христос живой. Это разница. За меня умер Христос. Вот такой роман был. Щенгиза и Айтматова. Плаха за ним гонялись. А героем выведен христианин. Его литературная газета спрашивала. Говорит, а почему мусульмане на вывели героем христианина? Он говорит, Христос умер за грехи людей. А Мухаммад не умирал. Вот ответ весь. Я не верю. Не верю, что таким образом он получил, что Гебраил пришел, Жебраил и прочее. Не верю в это. Но я его не трогаю. Это ваша святая книга. Но я говорю, верить надо Священному Писанию. Нет другого имени под небом данного человека, который надлежал бы нам спастись. 4.12. Нет другого. И все Писание Богодухновенно. И вы-то откуда все взяли? Я там объясняю, как он слышал, кто писал этот Коран. Что он слышал, хороший был купес. Ездил, слышал, внимательный, интересный человек такой этот был Магомед. И записал, как слышал. Говорит, Дуат там кто там, Давида называют, Давут там. А ни одного псалма нигде нет. Притча Соломона, Сулейман есть, ни одного нет. Ни одного выражения даже нигде нет. Но нельзя же из четырех книг ничего не сказать. То есть он не знал. А выдумки все слышал. Ну такой интересный был человек, прожженный всеми случаями жизни и прочее. Солнцем. Евгений Адан был. Киев, Украина, 41 год. Вот такой вот уже в личное друзья уже никогда не приму. Глаза должны быть открыты. Даже свои очки снять надо. Игнатий Тихонович, нужны ли молитвы, стихозаклинания, заученные? Или достаточно от души своими словами со слезами наедине от души? Да. Открывайте свои желания перед Богом, филиппистом написано. Хорошо. Но на своих молитвах-то, если не приучит, далеко не разбежишься. Молитвы-то... Ну я знаю, это вопрос задают, как правило, неправославные сектанты. А сектанты это, может быть, и даже еретики. Вы поете песнопение, заранее составляете? Ну да. Ну давайте не будем просто... Ну как казах поедет, поедет, и что видит, то и поет. Самолет любит и летит, СССР, Москва, паровоз бежит, труба... Ну нельзя же так. Ты же что видишь-то у тебя, как оно сформируется-то? Давид-то писал сначала псалмы, а потом уже дальше. И поэты так же делают. То есть может то и другое нужно. Мы считаем по молитвослову, а потом своими словами. Тарас Ищенко, Игнатий Тихонович, очень люблю посмотреть ужасы. Люблю мистику, люблю моменты, где можно подумать. Люблю фильмы, после которых начинаешь по-другому смотреть на мир. Например, «Шесть демонов Эмили Роуз». Фильм, после которого я еще больше поверил в Бога и весь духовный мир. Но ведь ужасы это грех. Или у вас на этот счет другое мнение? Почему меня так тянет ко всему мистическому? Получается тоже грех, за исключением гаданий, всяких теоретических сеансов. Это я не признаю. Интересно узнать ваше мнение. Грех, конечно, потому что ты драгоценное время отдаешь ненужному. Выводы сделать правильно не можешь. Библию не любишь. Я просто опять сошлись на свой опыт. Когда мне Библию дали, у меня мир весь исчез. Пришлось уволиться с корабля. Потому что мне предложили, надо было уйти. И вот суббота приближается. Илья, работа. Я узнал, где верующие живут. Я на стройке работал. Я к ним прихожу. И Библию на полу. У них негде было сесть. Ребятишки. Они на мне ползают. Ребятишки никого не вижу. А на квартире жил. Где я приду, хозяйка говорит, ты обедал сегодня? Я не мог сказать, обедал или нет. А в субботу беру Библию и иду в лес. И там один сижу, считаю, мне люди мешали. Я в них, я как будто со Христом. Вечер я не иду. Я залез, как шимпанзе, свил гнездо на березе. Обнял ее, вот так ночь проспал. Утром встаю, еще рассвет чуть-чуть. И туман, низинку. И я один на березе. Ну где это было? И Библию прижимаю к себе. Я около десяти часов проводил за Библией. И поэтому ужасы, они на вас, эти ужасы будут лететь. Христос всю эту мишуру выбросил. Радость. Страх Божий должен быть только перед Богом. Дальше. Аказатель, сколько пришло? Андрей, я христианин, но люблю слушать их суры Корана. Я люблю слушать суры Корана. При их прослушивании ощущаю умиротворение. Можно ли мне их слушать, или это грех? Ну вы не христианин, никакой не христианин. Суры, Корана. Зачем обманывать-то? Если ты считаешь Писание, сравни. Вот зайди у меня открытым оком 18 том. Открой, там увидишь, что святые отцы тут говорят. При их прослушивании ощущаю. Ну, умер, обреза не осталось сделать и идти с ИГИЛом воевать. Чего сам себя обманываешь-то? Артур Аликперов. Игнатий Тихонович, знаете ли вы что? Ну да, шестерки говорят. Шесть плюс шесть равно 2016. Что думаете? В этом году в СМИ шесть раз опубликовали новость о проведении испытания по созданию мини-теории ядерного взрыва вселенной. Ну, дурость. Даже смотреть не буду. Игнатий Тихонович. Вот понимаете, Инна. Инна, повторяю, Инна, это вот она женщина. А на самом деле это мужское имя, Римма. Вот сейчас в монахини идут. Ну, была как-то это Танька, Светка, а там Сергия, Михаила. А вообще с кого они названы-то? Мужские имена то ли недолюбили к себе монахини, и теперь мужские имена. Откуда это взяли? Никогда этого не было. Вообще с кого? Ну, раньше называли Тракторина, Октябрина, Карина. Вообще с чего называли-то? Карское море, с Челюскину спасли, Кариной, Кариной пошли. Называть нужно точно по святцам православным. И никто в Инну, если женщина нет, вот Инна, если придешь, Инна, мужское имя, в Инна мужчину могут назвать Римма, Инна. Три имени вот это, Инна, и там Пинна еще есть. Игнатий Тихонович, объясните мне без оскорблений религии и загадок, почему исламом народ заинтересовался? Какова его основная цель? Почему русские девушки одевают паранжу и имеют в соцсетях много арабских людей? Ну, потому что видно, что они занимаются этим делом. Какой-то порядок существует. Женщину охраняют, она одета, не раздета и все прочее. Это самостоятельно. У них существуют нормы, правила, которые придерживаются. В православии вообще ничего нет. Попы все размазали. Хоть что делай, партуком накрыл, и Петрахелию, иди на новые подвиги. Вот почему. Они религии-то ничего не знают. Если воин, значит он воин. Он убивает, режет голову, и вот так научили. Но результат-то последний какой будет? По Библии это сходится? Нет. В сравнении с христианством сравнивают? Нет. Основная цель какая? Погубить человека. Затащить душу в бад. Все, что не по Евангелии. Я не о Коране говорю. Вообще, все, что не сходится с Евангелем. Другого имени нет. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А дальше, кто не имеет Сына, не имеет и Отца. А Аллах это не Бог наш. Потому что параметры не сходятся, как пишет Данил Сысоев. Совершенно другое. Одевает паранжу. Она, по крайней мере, что-то у ней будет. С ней встречается там, она говорит, я четвертая жена у него. Вот, пожалуйста, открыла. Вот его костюм висит. Я знаю, на четвертую ночь он придет ко мне. А у него норма. Он обязан. Здесь никакой нет. Хоть одна жена ушел, и где болтается, кобель без хвосты. То есть девушки туда идут, потому что она там с человеком будет выглядеть. А спасение речи не идет. Души. Екатерина Дмитриенко. 36 лет. Магнитогорск. Игнатий Тихонович, как можно верить церкви, когда совсем недавно они жгли на кострах людей живьем и устраивали крестовые походы? Ну, церкви не верьте, верьте Писанию. И церковь это не одобряет. Католики принесли покаяние. А патриархия, она беспокаянная. Она ни в чем не приносит покаяния. Ни в чем. Ничто гнали старообрядцев, гнали там мормонов, духоборов. Нет ничего. Это все ложь была, обман от дьявола. И поэтому на ней надо смотреть церкви. Вы верьте Святой Библии. И толкование святых отцов, которые разъясняют правильно, как блаженный фефилак. Так, идущий за Христом. Идущий, понятие, какие претензии. Уже не вызывает доверия. Вот как у этот Сарионов, НТ его называют, воля Божия. Такие пахости делают. Их за это теперь воля Божия. Ну, просто человек совершенно не понимает. Игнатий, если бы вы за веру попали бы в тюрьму, как при СССР, например, то что бы вы выбрали? Под нары к петухам полезть или быть в мужиках? Ну, что значит под нары к петухам? Это изнасилованное. Мне не надо выбирать. Я только зашел. Вот я зашел, сразу перекрестился. В дверях еще только порог. Мир вам! В новом городе. Меня везут в Новокузнецке. Сразу осталось 70 человек. Все, пахан подходит. Старшему по камере. Так, по какой статье? 190 прим у КРСФСР. Так, а что это такое? Я не слыхал. Там 191, это милицию побил там что-то. А это распространение заведомо ложных измышлений порочных общественных государственных строй Российской России. Ну, СССР. Тут быстренько справку наведут где-то. Все. Так, а где бы вы хотели? Я говорю, где меньше дыму? А на одну там шконку, кровать шконка называется, 2-3 человека перегруз. Так, подвел. Так. Так, ты тоже куришь наверху? Уйдите? Мне две койки сразу. Я у параши не буду там. Вот меня привезли там, допустим, в Новокузнецке. Ну, и выдают матрасы. Так. Я его не вижу. Кто он такой? Я его не знаю. Там называются баландеры. Обслуживающие там из зэков. Так, отойдите в сторонку. Я стою. Кончилось все. Он меня повел, завел. У меня специально для таких людей матрасы нетроганные. Особый матрас. Берет простыни, буквально накрахмаленные. Так, вывел начальник. Так, куда же вас везти? Другой теперь патруль. Это в одной тюрьме. Я говорю, там, где не курят это. Да такого у нас и нет. Все камеры курят. Она говорит, да что ты спрашиваешь? Да заведи его там в ШИЗО где-то, которые наказаны там. То он один там и пробудет. Меня туда отвели. Но это не все. Тут же подходят другие. Но как батюшка вам здесь? Какой батюшка? Не знаю. Я говорю, тут что-то трудно дышать. Воздуха-то нету? Нету. Так, ну-ка сбегай. Она принесла швабру, зашла ко мне. Раз, стекла разбила. Вот вам воздух. Какого петуха? Они поют у меня как петухи все. Вот как Бог делает. Могут ли быть под нарами люди поинтереснее? Не знаю. Я не был там. Какие люди в аду? Когда спросили, то когда в лагере был, вы как будете считать за кого? За мужика. Я говорю, что это такое? Которые работают. Я мужик и работаю. Я мужик настоящий. У меня жена в полном послушании ходит. Не подкаблучник. Ну еще дальше. Какие люди в аду? Которые не раскаялись? И какие в раю? Все ли люди исправились, которые в раю? Все ли исправились? Ну бывает и времени нет. Исправились, конечно. Покаяние это уже... Ой, слушай, а не делай. Слушай, а не делай. Златоуст говорит о пьянстве, а он сидит и опять слушай не делай. Златоуст говорит, что это не делай, слушай. И уже начало покаяния. У меня есть такая проповедь, она тут стоит. Статья. Начало покаяния. Дальше. Пес-этоист пишет. Ох, какой. Игнатий, что хорошего в вере в Бога? Какие плюсы получают веруны? Веруя считается. В чем они доминируют с простыми образованными людьми? Надо знать, куда идешь и не знаешь. Для чего родился, не знаешь. Ничего не знаешь. Верующий, не верующий. Я знаю, впереди цель, я иду. А ты не знаешь, и на одном месте будешь стоять, крутиться. Я знаю путь. Знаю, для чего родился. Я знаю, что все покоряется силой Божьей. В тюрьме самые сильные люди ломаются, когда в одиночке где-то. А обо мне везде говорили. Этого не взять. Не где-то, а в Турции. 12 часов молиться. В Турции. А там русская мафия нас окружила. Заблокировали. И видя, что мы только молимся, проходят, говорят, этих нам не взять. Вот какая разница. Поэтому я слышал у Евгения Берсье. Это проповедник был времен Парижской коммуны. Две тысячи человек слушал. Он говорит, скажите, в одиночную камеру, как граф Монте-Кристо идешь, с собой взять можно одну книгу, на пожизненную. Какую книгу возьмете? Все 100% ответили Библию. Святая Библия. Вот и все. Ой, как много сегодня вопросов. Давай. Екатерина Дмитриенко. Игнатий Тихонович, есть ли принципиальная разница между православием и другими религиями? Да, есть. Подробности тут не могу объяснить. Для меня выделяется это пять, которые вместе католики, православные, григориане, армяны, коптосирийские. Есть священство от апостольских времен. А теперь уже подробно. Это церкви. Со множеством заблуждений. И православия хватает этого. А в чем разница православия и прочее? У меня много на эту тему говорится. Зайдите на наш сайт. И тут все сказано. Вот здесь вот. В вопросах и ответах. О католицизме и другое. Просчитаете. Ой, не успею. Дальше. Б. Солнечный. Игнатий, а вы какими ярлыками с позиции добра и зла обвешиваете те или иные политические и религиозные силы? Ну, к примеру, ИГИЛ, возможно, абсолютное зло. Америка, как вариант, умеренное зло. Буддизм, ислам, христианство, Европа, Россия, Китай. Вы можете дать каждому из перечисленных явлений свою субъективную оценку с позиции добра и зла. Да, могу дать. Но только здесь ничего не могу дать. Это слишком много вы задали вопросов. Ничего не считая абсолютным злом. Абсолютное зло только дьявол. А остальные имеют с нами родство и могут покаяться. Я на каждый вопрос уже отвечал. Зайдите туда, куда я показал сейчас. Анастасия Прунова пишет. Да. Игнатий Тихонович. Что-то удаленное странице непонятно. Ага. Спасибо, Господи. С радостью посмотрю ваш канал. Отдельный поклон вам за житие святых в аудиоформате. Как же это удобно и полезно для души. Особенно в наше время, когда нет возможности сесть с книгой прочитать от начала до конца. Мне на День Ангела одна девушка прислала житие моей святой. Было очень приятно и действительно замечательно с утра вдохновиться и укрепиться в вере и пронести через весь день это настроение. Ну я покажу где, смотрите, вот это наш канал, вот он как называется канал, православный видеоканал. Вот пока говорили, уже три зашло, вот тройка, показываю где, уже три. И вот смотрите, если нажать вот здесь вот главное, вот это главное, то вот здесь вот жития святых идут, вот они внизу, на каждый день. Это я в 80-х годах насчитывал и теперь нашелся добрый человек, ревностный к этому делу и он их выставляет. Считайте, заходите здесь и считайте, но я их перетаскиваю все и в мой мир. Вот здесь вот они, вот мой мир, вот они где, смотрите, вот они, видите, уже жития святых тут же и есть. Ну и дальше. Анна Шишковская, прошу всех помолиться о мире на Украине в Донецкой и Луганской области. Скажи, мы молимся о мире на Украине? Молимся. А Порошенко молимся? Молимся. Каждое утро мы поминаем имена Петра, Владимира, всех поминаем, мы молимся, благодарим за напоминание. О, какое платье у ней хорошее. Глубоко уважаемый, о Господе, батюшка Игнатий, извините, что пишу. Прошу вас помолиться о моей семье, Георге, Ане, Отроке, Николае, Отроковице, Елизавете. Ну, знаете, досчитайте, я слишком много, тут у меня уже время кончается больше часа. Вот. Что она тут, главное-то? Надежда, что получится скопить на свои жилья деньги. Ну, это непонятно, что с квартиры. Почитайте, потом отдельно киньте мне еще. Это надо мне перебрать почву сегодняшнюю. Благословите, батюшка Игнатий. Вот, для вас перевел с греческого сайта документ, в котором все четко по пунктам описано, что будет принято через два месяца. Антихристов план, все расписано по датам. Ну, это я не верю. Сразу скажу, не верю. Дальше. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Мне три дня назад, когда я начал молиться, и обратился сердечно, и явился ангел. Он был бело-золотой, с мечом в руках. С минуту осветил меня изнутри и исчез. Не знаю, что думать, подскажите, как относиться к этому чуду. Не знаю. Если креста не видели, может от дьявола быть. Если распятие видели, распятие, крест. Это от Бога. Ну, помолитесь об этом, чтобы вам Бог открыл путь к какому-нибудь духовнику, как называется, священнику, где-то к старцу. И поговорите. С нам верить не надо. Это определенно. Это даже на Испаде спрашивается. Вот я сейчас немножко опять покажу. Вот опять, видишь, просчитать новый человек. Для практики сейчас посмотрим. Немножко. Вот. Это мы зашли сюда. Это у нас есть. И вот три. Что тут есть? Валерус Валериус пишет. Ну, давайте посмотрим, как мы узнаем. Вот где. Что? Что пишет? Очень приятно посмотреть. Спасибо пишет. Смотрите, я не выйду. Мы сейчас пока говорили, в это время пришли новые. Что еще тут сейчас посмотрим? Убрать все это. Барташ Заглоба пишет. Заглоба, не знаю, фамилия. Это или что-то. Это я никак не могу понять. Дал бы понять. С маленькой буквы пишет. Что пишет? Кстати, вы знаете, что у старокатолика женская свящая. Ну, это говорил. Еще что? Тихоныч, просто скажите мне, какой юрисдикции старостильников принадлежит вашей знакомой? Я вам докажу, что у них нет рукоположения. Принадлежит вашей знакомой юрисдикции старостильников. Ну, я не знаю, Кирях, кажется, у них. Мне это не надо знать даже. Я знаю, что у них есть епископы. Доказывать ничего мне не надо. Я к ним не отношусь никак. И даже не встречался. Вот так. Так, что еще? Сергей Козлов пишет. Ага. Сейчас посмотрим. Все пишет. Это под роликами. Вот так заходят сюда, и что? Ну, нет комментариев. А как же нет? А тут написано есть. Наверное, удалил. Удалил? Пишет. Зачем клевещешь? Ни один комментарий я не удалял. Вот ролик, пиши. Ну, вот, значит, Сергей парализован. Он сейчас попросился побеседовать. Но я сказал полтора часа подождать. И все. Так. О Сергее парализованном хотел сказать. Обратите внимание, пока жив человек этот. Понимаете? Недавно один пишет. А вы слышали? Игнатий Талапкин умер. Умер. Ну, я так хотел встретиться. Даже поехал бы. А тут, говорит, читаю через день. Нашел, говорит, не умер. Живее всех живых. Ну, ладно, еще успею. То есть, вот такое отношение к Сергею нужно относиться по-другому. Понимаете? Этот человек совершает великий подвиг. Он не просто болеет. Он трудится. Как говорится, до трех мужиков. Его не будет, будете искать. Какие-то вопросы может задать ему. Учиться болеть, как он говорит. От Бога это. Ему Бог это дает. И у него есть прозрительность. Понимаете, у больных это бывает такое. Но не так, как он. У него это больше. Вот когда первые встретились, он сразу мне говорит. Я говорю, что вы хотите умереть за Христа. Мгновенно вычислил меня. Видите как. Так. Как бы то ни было, я еще маленько, еще чуть-чуть продолжу. Просчитай вот это. Так. Пащенко Владимир. Валентин Кудельный. Здравствуйте. Прошу вас рассказать о дарах Духа Святого. Ну, если это даре Духа написано. Уже говорил мне однократно. Дальше. Виктория, уважаемый отец Игнатий, можно заказать ваши три книги. Новый Завет, Красный, Столкование. Да, можно. Я живу на Украине. Может, есть возможность купить его здесь. Нет, нет, нет. Только вы его выписываете. У ваших учеников, так как книги повесы тяжелые. Лично мне пишите. Лично. В моем мире. Лучше всего в моем мире. Прямо открыто. В почту. И я вам отвечу. Стоит это. Покажи я вам быстренько. Трехтомник. Вот кого. К истинному православию. Какие книги важнее все? К истинного православия. Слову Божию нету. Со остальной идут симфонии и серии. Вот она где. Вот книга. Это полное толкование Нового Завета с откровением. Впервые за 2000 лет вышло. В одном комплекте. Каждая книга 752 страницы. В этих книгах. Вот он Новый Завет как. Подержи-ка коротко. В этих книгах 240 иллюстраций цветных. Мы их раскрасили Густаво Доретто. Лучший иллюстратор Библии. Вот оно где. Открываю. С закладками. Света российского флага. Вот так. Положи. И дальше. Сергей. Хорошо. Потом. Давай. Геннадий, здравствуйте. В Бога и обратился. А его тут беды сын постигли. На Байкале тонет. Ему тоже не сладко. Михаил Александрович. Михаил Александрович. Говорит. Говорит. Обличать. Говорит. И трудиться. Никаких движений никуда не делал. Ты в церкви. Московская патриархия, я считаю, благодатной. И никуда не уходить. Нам нельзя. Я говорю, нам нельзя туда. Потому что к нам такое отношение. Они нас просто уничтожат. По своей бесовской злобе. Никуда не уходить. Начинают трудиться. У тебя видишь хороший какой. С бородкой. Да. Иоанн Васильевич. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Если вы не против, буду рекламировать вашу группу и делать репосты в своей. Поэтому добавляйте жития почаще. И в вашей группе скоро будет многотысячное количество подписей. Ну, благодарю Бога. Алла Борзова. Игнатий, здравствуйте. Меня зовут Алла. Я православная христианка. Я живу в Москве. Меня поразили ваши знания в священном писании и 50-летний стаж в миссионерской деятельности. Еще меня вдохновил ваш распорядок дня, который вызвал у меня большое к вам уважение. Потому что мне до таких высот очень далеко. С теми, кто называет вас сектантом, я не согласна. Каждый по себе выбирает учителя. Я видела видео с вашим участием. И я почувствовала, что вы мне близки по духу. Прошу вас принять меня, друзья. Буду у вас учиться с Божьей помощью. Желаю вам здоровья и благополучия. Спасибо вас, Господи. Видите, люди разные. По-разному относятся. И потому, что гонение есть, а то право. Все желающие жить в благочестии во Христе Иисусе будут гонимы. Горе вам, когда вас будут говорить все хорошо, Христос говорит. И как? Славу друг от друга принимаете, от единого Бога не ищите. Батюшка благослови, батюшка благослови. Священнику приятно. Им приятно, когда батюшка от всякого греха разрешает, при счастье допускает без эпитемии. А от единого Бога искать надо-то. Вот это друг от друга славу ищите, это смертельный капкан сатаны. И дальше. Еще ниже. Рабадан Асхабов. Здравствуйте, Игнатий. Если можно, хоть я и не русский, ответьте, пожалуйста, есть ли в Библии что-то о каменелостях человека и животных? О каменелостях, когда люди не верят в Бога. О камененные сердца. Сердца их как камень. Об этом говорится. Оля Волошина. Добрый день. Скажите, какие бывают дары Святого Духа? Говорение или миссы камня? Ну, это уже прочитайте здесь. Я уже говорил, какие дары. Главный дар это любовь. Превыше всего. Сергей, это по поводу происходящего сейчас на Украине. Ну, вот видите, какие места в Украине. Видите, вот как-то выставите это. Посмотрите. У нас это все уже выставлено. Михаил Александрович, доброе утро, Игнатий. У меня по режиму давно смотрю ваши ролики. То есть, посмотрите, еще что-то тут. Вот они, ответы где-то. А то я отвечал и... Ну, понятно. Следующие вот ответы. Просто если видно было, то сами посмотрите. Следующий ответ, который впереди сейчас считали. Ну и все на этом. Сегодня, благодаря Богу, мы легко прошли. Вот за день где-то. Помолитесь, чтобы как-то доходило это до людей. Чтобы в Слове Божьем и епископы, и священники ответы искали для людей. А люди сами учились искать по Святой Библии. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Да.